Как человек, как женщина, она не взяла на себя никаких обязательств, потому что ты следующим шагом предъявишь к ней все имущественные претензии. Вот и все. А я могу. Ну, а кто бы сомневался? Я так могу. То есть, если автогов расшифровывается как ФИО, на себя данный человек не берет никаких обязательств. Когда-то говорили о канонах, о позитивном праве, о божественном праве, естественном праве, да, о вексельном праве, которое ниже, чем позитивное право. Как это на практике вообще применять? Обрати внимание, сверху надпись красным. Вот это вообще похоже на вексель? Все имущественные права оставляют за собой. Я думаю, именно вот это и сработало. Судьи нас признали и вернули паспорта, и расторгли финансовые отношения. Слово-подпись зачеркнул красава, они не находятся в разуме. Он говорит, тогда мы силой вас протащим. Мы подали иск, а до народа не довел. Пробелы ты, да, оставляешь? Сторона, основывающаяся на автономии воли и имущественной самостоятельности, и на себя взяла обязательства организация, персональную личную ответственность за деяние. Без акцента, без ущерба, без ущерба на мое имущество, без оборота на меня. За главной буквы пишется «Публичный человек». Церские удостоверения зеленого цвета. Мировые судьи положению круче, чем городской суд. Все за главными. Это фирма. Она тебе дала понять. Не-не-не-не, я актер, я на сцене. Канон называется «Дата». Свободный – это такой же, как раб. Ты зафигарил бы Алонж. Иначе будем бить. Таким образом ты аннулируешь их действия. Я говорю, Серега, и так понятно. Не-не-не-не, произнеси. Нам запрещено не додавать знания. Как разбудить людей, не давая им знания? Это моя ответственность, я к ней готов. Слушай, все работает. Дело было выиграно. Так, меня видно? Видно, видно. Ну, у тебя уже студия просто там оборудована, понимаешь? Все, ты полностью упаковался. Сейчас. Ну, что, запись стартовал. Все четко, 30 минут. Все, давай знакомиться. И вопросы, которые беспокоят в это время суток, как говорится. Да, привет. Слушай, посмотрел… Давай пару секунд о себе. Подожди, пожалуйста. Посмотрел твои видео по поводу индосаммитной записи. Я так понял, эта запись производилась еще полгода назад, да? Летом? Да, это летом в Сочи. А подскажи, вот у меня множество вопросов возникло. Как это на практике вообще применять? Я вот хотел бы тебе показать, чтобы убедиться вообще, что это работает, показать некоторые фотографии. Ну вот, допустим, мне фото прислали, да? Это чье-то дело, и оно вот таким образом выглядит. Обрати внимание, сверху надпись «Красным». Это уникальный номер УИД, уникальный индивидуализационный номер дела. Потом идет что-то синим написано, ну там, в отношении того-то надпись. И вот какая-то непонятная загогулина, да? Дата есть. Там написано поступление о России, о суд, видишь, загогулина, двоеточие. То есть, пост и рассмотрено, и загогулина, правильно ты сказал? Ну, похоже на роспись. Вот это вообще похоже на вексель? Ты знаешь, я не обладаю такими глубокими знаниями, не знаю. Но любая бумага, где есть две стороны, и где есть финансовая составляющая, есть документарная расписка, документарный документ, он же вексель. Ну вот я опираюсь вот на эти мысли. А вот существует мнение, что Андрей из Перми предположил, что векселя могут, скажем так, обналичивать, закладывать, только юридические лица выпускать. То есть, банки там, ложки и так далее. Я думаю, что здравый смысл в его словах есть. Почему? Потому что, когда мы приходим сюда голенькими, да, мы с собой ничего не несем. Именно для этого создается юридическое лицо, на которое можно вешать все, что угодно. И поэтому создан вот этот вот обман с 1300 лохматого года, когда ввели свидетельство о поселении и дали свидетельство о рождении. То есть, создали юридическое лицо, которое может взаимодействовать и которое можно обеспечить кредитами и всякой штукой, да. То есть, человек, он, мужчина, женщина, он есть имитент. Понимаешь, это индосаментная надпись об этом говорит. То есть, мужчина и женщина могут только имитировать деньги вот эти два божественных создания. Но исполнять по этим деньгам, да, ведь должен кто-то. И вот поэтому, опять же, мои мысли, и они просто подтверждаются, создано юридическое лицо только для этих целей. Понимаешь, юридическое лицо, оно должно быть во благо. Но вот это во благо подменили во вред. Ну, не во вред, а в собирание долгов. Ну, в свой карман. Да, да, да. Да. А подскажи, вот это, как ты советуешь подписывать протокола? Потому что я убедился на своем опыте, что как только я поставил роспись без ущерба, без акцепта, я предполагаю, что именно слово без акцепта сработало, то дело было выиграно. Не совсем здравое слово совет, страна советов. Ну, ладно, хорошо. Ты сделал крайне правильно, плюс я благодарю тебя, что, не помню, ты добавил слово, или кто-то другой из наших издравых, что добавляют слово все имущественные права оставляю за собой. Нет, это не я. Да, ну вот я сейчас везде добавляю без ущерба, без акцепта правильно, эхо какое-то идет, правильно, что ты делаешь. Я тоже с этого начинал и делаю. Не важно, мое отношение, не важно, как сэрогировала та сторона, потому что они тоже являются не до конца рабочими. Ну, в силу того, что не каждый день с ними такие в разуме попадаются, как ты, как нам подобные, да. А в основном все упал, отжался и побежал пользоваться скидкой 50%. Поэтому та сторона судейская, может быть, им когда-то говорили о канонах, о позитивном праве, о божественном праве, о естественном праве, да, о вексельном праве, которое ниже, чем позитивное право. Им сказали общую картинку, что вот есть имущественные права, и ребята, давайте кассировать. Поэтому все, что ты написал, я считаю правильно, здесь зависит от уровня дальнейших взаимодействий. Видать, ты их настолько в процессе общения ввел в понимание, что ты разумеешь, о чем ты говоришь, и твои шаги можно просчитать в дальнейшем, я думаю, именно вот это и сработало. Потому что если из практики судья задает вопрос, слушай, вот тут написаны непонятные мне слова, без ущерба, что ты имеешь в этом в виду? И мало кто скажет, что это такое, понимаешь? А говорит, ну, слушай, ну, написал и написал, ну, знаете, вообще не понимают, больной. Поэтому если ты помнишь свои лекции, ну, не лекции, встречи, да, по сиделке у костра, это мое название, понравилось, потому что очень все его там... Так вот, знаешь, тепло ввеет. И помнишь, я сказал, что, друзья мои, все, кто меня найдут, я расскажу больше, чем я знаю, потому что эта информация как опасное лезвие в руках двухлетнего ребенка. Я об этом сейчас и повторяю, потому что у меня... Я хотел тебе задать вопрос сначала, но ты мне опередил, ладно, поэтому я это... Слушай, а что за вопрос? Да. Давай сейчас закончу, поэтому я предлагаю, чтобы ты вот это рассмотрел для себя, предлагаю включить вот в эти подписи все имущественные, в том числе, знаешь, добавить, и иные права оставляю за собой. Это на простом, понятном русском языке. А, есть, есть у меня такая фраза, только без имущественных. У меня это... Да. На втором заседании я это не просто написал, но еще и провозгласил это устно, что все права оставляю за собой. Да, да, я понимаю, мне это очень понравилось. То есть мы сейчас находимся в том состоянии, когда мы вылавливаем уже оттенки знаний. Понимаешь? Я вот благодарен за все, что ты делаешь, чуть попозже задам вопрос. Теперь очень важный еще момент. Тут мы получили письмо, нас... Мы рассматриваем его таким образом, что судьи нас признали, судья. Значит, ситуация коротенько, рассказываю. Значит, 20.6.1, 20 октября, в результате наших взаимодействий, потом магазин закрыли, были участковые полиции, не буду называть этих героев фамилии, потому что сейчас поймешь, почему. Значит, директор магазина непонятной коммерческой фирмы, у которой разрешена только оптовая торговля, а они ведут розничную торговлю. В самом начале нашего разговора я сделал попытку познакомиться, чуть-чуть о себе, но ты сразу давай их делай. Я говорю, ну ладно. Поэтому у меня большущий опыт в этом плане, и мы смотрим на все эти документы. Кто, что и как, на каком основании. Короче говоря, значит, были мы под принуждением, под угрозой применения силы, соответственно, обыска, доставлены в полицию. В полицию у нас были записи, естественно, все мы там, значит, было, вопреки имения у них владения ОМВД лицензия на обработку персональных данных, естественно, была форма 1П, но нужно учесть то, что порядка 8 месяцев назад мы уведомили полицию по их торговому праву о том, что и вернули паспорта, бланки паспортов, да, вырезав фотографии, что мы вступили в должность генерального исполнителя со всеми вытекающими запретами. И я тут смотрю в протоколе, вау, в самом нижнем, если свой протокол откроешь, в самом нижнем слева углу там есть, что некий оператор обработал персональные данные по форме 1П, понимаешь? А это же вообще преступление, так как ты же тоже генеральный исполнитель, вот влево внизу, да, 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 произвел проверку, это оперативно-административная база. Вот, понимаешь, я не знаю, ты сдавал паспорт или нет, но мы-то вернули их имущество Российской Федерации и расторгли финансированные отношения. Вот. Вот этот вот боец, видишь, как у него, ФИО написано, ИВ, а как он ми-ми-ми, ти-ти-пин, ну, в общем, кто-то, да. То есть вот это непосредственное лицо, которое несет имущественную ответственность в случае, если ты отозвал свои персональные данные, вернул имущество, бланк паспорта, на последней странице там же написано, что бланк паспорта РСФСР, ну, РФИ, является собственностью Российской Федерации. Вот это очень важный момент, который тебе, если ты еще не использовался, это твоя причина обратиться за компенсацией этих действий вот именно на этого бойца, который произвел проверку, понимаешь? Генеральный исполнитель, который вступил в должность генерального исполнителя согласно канона 2034 и 2035, а все остальные должны сделать кул, желтые штаны и вернуть все в вышестоящий трасс. Не закрывай протокол, верни, пожалуйста, раз уж мы по нему, а я уж в своем мнении. В правом нижнем углу, в самом правом нижнем углу, нужно помнить, это вот Сережа из Апатитов говорит, мы с ним тоже лично знакомы, вот здесь мышкой веди, нужно внизу тебе было оставить понтон, чтобы вообще никто ниже, вот ты сам говорил о перехвате прав, вот здесь вот, да, 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 совершенно верно, вот здесь вот, да, 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 то есть запретить им вообще какой, возможно, либо перехват. Ну, сделали-сделали, ты же сам говоришь, никаких ошибок нет, есть только наши действия, и как сказали в КВН, когда хорошая встреча была, русские сдавайтесь, нас тьма, русские посмотрели, говорят, а нас срать. Вот, поэтому здесь мы тоже делаем таким образом, изучаем. Поэтому резюмируем, написал без ущерба, без акцепта, великолепно, добавил бы туда слово подпись, зачеркнул, красава, молочина, то есть везде мы это зачеркиваем, подпись, дата, это смертельные, да, поэтому здесь еще бы нужно было подпись лица зачеркнуть, слово лица. Вот, они нихрена этого не понимают, причем когда нам под запись составляли протоколы, а мы же все записывали, значит, двое мужчин и женщина, Ирина, женщина этому участковому говорит, слушай, а чьи права мы нарушили? И вот он глупенький, понимаешь, под запись, говорит, да вы ничьих прав не нарушали. Она говорит, а на основании чего тогда создается протокол об административных правонарушениях, понимаешь, ну такой бред, но мы-то ржали под это дело. Теперь вернемся к тому, как признали нас, мы считаем, значит, участник участковой, уполномоченной полиции, по счастливой случайности, является сыном судьи, бывший комбойник, вот, соответственно, так как у нас огромное число свидетельских, не так, очевидцев, показаний очевидцев, то есть записи, да, то есть разговоров, общения, видеопротоколов, мы, значит, взаимодействовали с системой и в ККС, и судьям, и в следственный комитет по этому задержанию, причем такая же штука, начальник полиции нашего города присутствовал, когда нас пригласили в здание, я говорю, тот Сергей Станиславович Бэк, полковник внутренний, где подполковник был в Рио, он, мы с ним лично знакомы, взаимодействуют письменно и потом глаза в глаза, значит, он как раз находится, я говорю, предоставьте альтернативный проход, мы не пойдем через рамок, не-не-не, шуруйте, я говорю Чускову, Валерий Валерьевич, я правильно понимаю, что вы под принуждение нас подставляете под угрозу нашему здоровью, под рамками, он говорит, да, я говорю, прекрасно, все зафиксировано, под принуждением заходим, то есть из такой цепочки записи, так же, как и у тебя, есть некие сведения очевидцев. Теперь к самому главному, я просто рекомендую рассмотреть нам вместе вот такую надпись, которую нам сделал поясняющие вопросы, ты просто не даешь это, вставить слово, вот это под принуждением... Давай, как говорим-то, руку поднимаем, значит, есть вопрос. Под принуждением, вот это для чего озвучивалось-то, где потом это использовать? А смотри, когда с самого начала все это началось, а, я тебя не слышу, ты говоришь, и я тебе... Нет, я не говорю, я озвучил вопрос, это, под принуждением где используется? А, имеешь в виду, где используется, или где мы использовали, или как его используют? Нет, ну, вы сказали, что под принуждением, а дальше что, как это дальше использовать? А дальше использовать, в нашем случае, если вернуться к началу, да, они не находятся в разуме, когда мы объявляем о том, что под принуждением, и я говорю, я не пойду, ну, он говорит, тогда мы силой вас протащим. Ну, это что такое? Это надо зафиксировать в дальнейшем для судебного разбирательства. Я так понимаю, и мы так делаем. Они этого не знают, они догадываются, они даже не знали, что мы обладаем таким набором записей. Все, мы сначала же фиксируем все нарушения. Для чего? Для того, чтобы либо их забыть в архив положено, либо их использовать себе во благо. Правильно? Вот, поэтому мы подали иск 12 января, то есть 26 октября состоялся захват похищения мужчин и женщин с улиц города. Обрати внимание, если суд у нас принял, ну, так же, как у тебя в городе, в суде вставляются протоколы, значит, эти территории, если на территориях, на магазинах до сих пор висит значочек, да, это маска как бы, то есть, это аналогия, если мы проведем в радиоактивное помещение, помнишь, там висели знак радиации, не входи, то есть, это говорит о том, что на данной территории чрезвычайная ситуация, и если на этой территории составляются протоколы, значит, судом данная территория признана чрезвычайной ситуацией. Что там не находится, то есть, если суд рассматривает любой протокол, это говорит о том, что на данной территории создана чрезвычайная ситуация, суд вынес постановление когда-то о том, что там чрезвычайная ситуация, а до народа не довел, это раз, да, понимаешь, поэтому, исходя из этого, мы начали взаимодействовать, таким образом развернули ситуацию, как выгодно нам, видишь, я не один, нас четверо, пятеро, по сути, и мы вот все-таки вот ненормальные, да, в разуме, и мы подали, значит, когда получили от нас весточку, нам судья написала, мы еще не отправляли то, что у нас есть записи, никто их не видел, хотя они ВКонтакте, там выставлены урины, они нас попросили, ребята, ну, оплатите 300 рублей, да, понимаешь, а административные иски, они же беспошлины, понимаешь, мы думали, хорошо, значит, по безналу оплатили 300 рублей, и после этого отправили разъяснение по ситуации, чем мы владеем, и флешку с записью, 13 числа мы отправляем, естественно, документацию через марки, мы оплачиваем только марками, да, наземную, с описью вложения сделали, что там, флешка с доказательной базой, 13 января они получили это письмо, повторюсь, судья наш, один из судей нашего города, это мама участкового уполномоченного полиции, вот, причем он старший уполномоченной полиции, 18 января, 5 суток, они думали, что с этим делать, знакомились там, слушали записи, понимают, что мы не за тысячу рублей с ними взаимодействуем, вот, нам возвращают, и рекомендую тебе записать эту фразу, над ней подумать, вот, это вот письмо, весточка, а, кстати, ну, я получаю все почтовые уведомления вот таким вот образом, не знаю, видно тебе или нет, на желтом листе, вот, сам распечатываю, значит, здесь, если ты видишь, что получатель России, если вы видишь, мужчина, он так вот, видишь, так, мужчина, хозяин имени Юрий, через пробел, пробелы ты доставляешь? Ну, конечно, а почему? Ну, это максимальная защита всех прав, я обратил это внимание у немцев, ну, с маленькой буквы, это еще давно мы рассматривали еще с Русом Сенниковым эти вот вещи, да, то есть, тоже благодарен этим ребятам, вот, это можно передать, поклон в конце отдельно скажем, то есть, я распечатываю на желтом листе, вот там, сам так вот, да, заполняю, как хочу, что хозяин имени, вот здесь вот я ставлю, все права защищены, что автограф не является индосаментом, не является передаточной надписью, не является конклюдентными действиями, это ты знаешь, да, статья, там, часть третья, статья 158 ГК РФ, и внизу в конце то, о чем мы с тобой говорили, вот видишь, я в правом нижнем углу, вот видишь, ставлю, как Юрий, вот, ну, то есть, полностью зафигариваю, так вот, пришло письмо о том, что они отказали принять иск, оно на полутора листах, тут, понимаешь, очень много фишка, обрати внимание, зачитываю, что данные дела не рассматриваются, они вообще, судебные дела рассматриваются только равные среди равных, только в таком случае судья может рассматривать, запиши, пожалуйста, как они для тебя, как они идентифицировали нас, ну, сторона, основывающаяся на автономии воли и имущественной самостоятельности, вот, на основании этого наша сторона стала выше, чем сторона должностного лица, определенная законами, и, ну, которая находится в рамках. Молодец, что рассказал по протоколу, я вот чисто интуитивно, точнее, не интуитивно, я почитал немножко вот это вексельное право, и там было написано, что сверху вниз, да, и вот этот, тот, кто последний расписался, тот и этот, владелец данного векселя. Да, да, все правильно ты говоришь, ты же все это знаешь. Ну, одно дело знать, а другое дело владеть информацией. Или это даже применил. Да, применил, но я же не это, тогда не осознавал, просто решил протестировать. А сейчас осознаю. Ну, вот тут по идее... Но не до конца, в правом нижнем углу ты оставил щелку, через которую они выскочили. В правом нижнем углу, кто это, в Рио, в кого там, КВП, кожеведдиспансеры, в Рио, ну, какой-то, да, начальник. Я предполагаю, что это начальник полиции. Ну, скорее всего, да. То есть, вот ему о данном прецеденте сообщили, он посмотрел, у него уровень знаний побольше, чем у участкового, в данном случае, и данный кассовый документ он благословил на кассирование. Я так думаю. Ну, а почему они тогда это вынесли решение, что это прекратить разбирательство по делу, ввиду отсутствия состава правонарушения? Ну, обрати внимание, вот здесь он оставил автограф, но он не расшифровал. В том ответе, который я тебе показывал, это ответ на твой вопрос, почему они отложили твой протокол. По одной простой причине, потому что вот судья, давший нам ответ, в самом конце своего документа, когда спишется, знаешь, ну, судья, автограф и дальше расшифровка. Так вот, судья, в данном случае у тебя нету расшифровки, да, вот этого начальника. Так вот, в нашем случае судья, обращая на это внимание, расшифровала свою подпись как ФИО, не как ИОВ. Вот видишь, здесь тоже у тебя расписались как ФИО. Вот это кто проверял по базе. Расшифровали, видишь, митингом и как ФИО. То есть, если автограф расшифровывается как ФИО, то значит на себя данный человек не берет никаких обязательств. Помнишь, как нотариусы всегда расшифровывают подписи все должностные лица? Сначала стоит имя отчества. Это очень важный момент. То есть, вот данный кусочек, который ты сейчас держишь на экране, говорит о том, что ФИО провело какое-то, ну, сверку по базе и на себя взяла обязательства организация, в которой работник проводил поиск по базе. Не он лично, если бы впереди стояло имя отчества, дальше фамилия в расшифровке, тогда ты мог бы конкретно ему предъявить, алло, гараж, ты кто? Если у тебя права, в данном случае, либо по наитию, либо тот знает, оставил автограф через ФИО, расшифровку. Понимаешь, в чем суть? Не совсем. Смотри, есть, когда есть подпись, и она расшифровывается. Согласен на должностных лиц? Ну, это гражданский кодекс, статья 19. Совершенно верно. Каждый взаимодействует от своего имени. Еще раз, должностное лицо, когда после подписи расшифровывают свою фамилию, имя, отчество, если он ставит ИОВ, имя, впереди имя, отчество, а потом фамилию, это говорит о том, что данный человек персонально, лично на себя взял имущественное ответственность. А если ФИО, ну, это юридическое лицо. Ну, и что, и не несет имущественных обязательств? Ну, это чуть сложнее. Еще раз, когда ты посмотришь свои бумаги, которые у тебя есть, ты увидишь, если, допустим, глава города тебе отвечает либо кто-то, либо нотариус, они ставят впереди имя отчества. О чем это говорит? Это говорит о том, что данный нотариус, либо руководитель взял на себя персональную личную ответственность за деяние. Как ты это применишь, это твое. Просто ты сейчас знаешь вот этот момент, деталь. Слушай, а вот хотел спросить, смотри, я однажды ознакомился с материалами дела по судебному приказу, по-моему, и взял это в конце дела, на корочке дела, написал вот тоже это, то же самое, что я пишу всегда, что это ознакомился, частично, не в полном объеме, без ущерба, без акцепта, без оборота на собственность. Получается, я им закрыл это дело или надо было вот сюда вот вообще написать? Да, слушай, ты делаешь так, как ты считаешь нужным. Если еще добавить сюда, ну это совсем для умных, ну я имею в виду ту сторону, что прописывать уже детально, что до самого конца трактовку оставляю за собой, я не знаю, нужно ли это, понимаешь? Не знаю, но то, что ты сделал, ты сделал своим действием и проявлением воли, ты четко указал, что, ребята, без акцепта, без ущерба, без ущерба на мое имущество, все, на мою собственность. Тут вот насчет собственности тоже вопрос двоякий, а вот именно под словом имущество, ведь имущественное же право идет, собственность, а есть ли у тебя собственность, кроме твоей рубашки и твоих трусов? Ну есть право собственности, ты на это намекаешь, да? Да, да, я почему намекаю, я конкретно это делаю. Ну вот у меня такое понимание, если ты можешь развернуть слово собственность и это доказать, ну значит ты в козырях. Ну, конечно могу, действует же авторская трактовка, я могу перетрактовать вот эту фразу в любом случае. Все, все, мы же с этого и начали, если ты можешь это разъяснить на понятном русском языке, значит ты в козырях. А я могу. Ну, а кто бы сомневался? Я так могу. А теперь позволь мне вопрос. Слушай. Или еще. Да, смотри, скажи мне, пожалуйста, от сердца, вот ради чего ты это делаешь? Вообще все, что ты сейчас сотворяешь. Как ради чего? Надоел весь этот беспредел? Охота жить лучше? Охота иметь семью, детей, понимаешь? Жить в хорошей стране, радоваться жизни. А не получается, потому что беспредел вокруг. Ответил на вопрос? Ну, если тебе будет интересно, я могу немножко чуть углубиться. Как я понял твой ответ? Как со стороны он слышится? Если это нужно только. Если это можно, мы на потом это перенесем. Мне это было важно услышать, что ты хочешь. И для чего ты это делаешь? Потому что за тобой я смотрю самых-самых твоих похождений в Сургуте. И обратил внимание на твои действия пару лет назад. Ну, когда я увидел. И когда я назвал, что мы еще многими-многими общаемся. Есть у меня еще наставник очень великий, который меня ввел. А это самый первый, который мужчина в питерском суде заявился. Он тогда мне сказал, говорит, обрати внимание на... И мы каждый твой ролик тогда, сургутский, очень детально просматривали. Исходя из этого, я задал вопрос, ради чего ты делаешь? Я услышал. Ну, могу добавить, что мне совесть велит. Я не могу сидеть на месте и ничего не делать. Мне постоянно люди звонят, я помогаю. Безоплатно, чисто по зову совести. Мне не нужны денежки. Вот вчера мне позвонил мужчина из Камчатки. Говорит, нужна твоя помощь. Но я, говорит, не уверен, что я потяну финансово. Я говорю, чего? Он говорит, ну, типа у меня сейчас денег мало. Я не могу оплатить твой труд и все такое. Я говорю, забудь. Я говорю, я тружусь безоплатно. Давай то-то, 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 это, это, это. О, все, понял. Сейчас все сделаю. Да, ты знаешь, мы все именно так поступаем. Ну, может быть, не все, но большое число. Я тоже самое просто говорю, ребят, вот от большого немножко это не грабеж и дележка. Поэтому мы отдаем, освобождаем то, что мы знаем, для того, чтобы получить новое еще большее. Все правильно. Другое, что вот я так же, как и ты, когда столкнулся с тем, что человек начинает стучаться за решением своих вопросов, и число таких колоссальное, постукиваю, ребят, если я кому-то не ответил сразу, пишите мне голосовое, оставляйте в WhatsApp. Я все равно перезвоню, но сейчас я WhatsApp удалил, говорю, в телеге. Я все равно выйду на связь, все равно чем могу, то расскажу. Но перед этим я всегда знакомлюсь. Мне нужно понимать, в какой реальности находится... Да-да-да-да-да, вот, то есть я повторюсь, да, исчез, наверное. В какой реальности? Тебе нужно понимать, в какой реальности. Да. Да-да-да-да, понимаешь? Если ты начнешь вываливать инструменты, которыми должен требовать пользоваться специалист, а ты даешь начинающему ученику, он просто себя изрежет, и его там еще на смех поднимут, еще хуже будет. Поэтому сначала вот так вот я говорю, слушай, ну как... То есть кручу-верчу, чтобы понять, что дать. Ты делаешь все правильно. Во-первых, мне лично все по душе, по сердцу и понятно. Чтобы не было мадамоналогом, говори. Ну, смотри, я же сразу озвучил, что идет под запись. Соответственно, это будет для всех. Соответственно, нужно выдавать то, что... Ну, знания такого уровня, которые пойдут для всех. Которые не опасны. Которые можно применить с безопасностью для себя. А то, что ты хочешь мне лично поведать, это мы можем потом созвониться и поговорить отдельно. Хорошо, я поэтому и сказал, услышал из твоего. Поэтому даже то, что ты будешь выставлять наш разговор, я сейчас сразу перестраховываю, чтобы вот все то, что я говорю, это поинтересоваться. Спрос с меня никакой. Да, да, да. Мне очень нравится, когда ты там. Вот когда я сообразил, что правый нижний угол, я его начал вот так вот закрывать. Без оборота на меня. Неправильно. Прошу прощения, что сказал слово неправильно. Значит, возвращаю его назад. Суть. Без оборота на меня. Но ты оставляешь дырку для оборота на все твое имущество. Поэтому твоя козырная фраза, самая правильная. Оставляю за собой все имущественные и иные права. Они же претензии, ну, говорят, мы на тебя и не оборачиваем, мы же на твои счета обернули. Ну, вот я считаю, это дополнение знаковое. Сохраняй за собой все права и свободы. Вот она, эта фраза. Я ее озвучил. Позволь мою точку зрения. Слушаю. Опусти, пожалуйста, левый верхний угол, где ты себя позиционировал. Слово «человек» ты пишешь с заглавной буквы. Значит, заглавные буквы – это даже в канонах, не помню в котором, там в канонах позитивного права есть написание. С заглавной буквы пишется «публичный человек». Слово, если ты позиционируешь как человек по рождению, то «публичный человек» – это должность. Это не то, что код 792, но это должность. А ты же мужчина. И ты в мужском, в теле человека рожден, вечно живая душа. Обрати внимание, в уставе каждого города есть поддушной доход, под душем. Поэтому мы всегда пишем, что вечно живая душа в теле мужчины, в теле человека, в человеческом теле. Ну, написал-написал, да, значит, я всегда слово «мужчина» пишу зеленым цветом, так как… А ты служил в свое время в армии? Нет. Вот я служил на флоте, и у нас у младшего состава военные билеты все были красного цвета. У офицера, офицерские книжки, ну, если друзья есть офицеры, у них другого цвета, зеленого, были. То есть младший рядовой состав – это расстрельное мясо, у которых, ну, на убой, поэтому цвет красный. Офицеров зеленого, вот офицерские удостоверения зеленого цвета, у них срок жизни гораздо больше отпущен. Цвет красный, кроме красоты, цвет крови и всего остального, это ты можешь делать, как ты считаешь нужным. Я вот слово «мужчина» прописываю зеленым цветом, и имя, и именем Юрия я прописываю зеленым цветом. То есть срок жизни себе гораздо больше делаю. Дальше, значит, что ты генеральный… Сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Так, в отношении собственник, правильно, правильно, потому что многие пишут собственным именем. Ты знаешь эту разницу, собственное имя? Ну, получается, это имущество, имя. Не-не-не-не-не. Собственное имя – это вот ты себе дал имя Антон, да, нарек. Вот это твоя собственность. А Антон Николаевич Булгаков – это то, как нарекли родители. Это имя данное тебе. А вот собственное – это то, что ты себя нарек. Ну, никаких таких кардинальных ошибок нету, я тебе просто так. Значит, от копирайта и торговой марки я ушел, потому что это торговое право. Ну, ты можешь пользоваться, если знаешь, как этим хулиганить. То это твое дело. А это слово «человек» ты советуешь, что это? Или вообще его не использовать? Ты понимаешь, изначально стоит слово «мужчина» и «женщина», а уже потом «человек». Если… да, поэтому… Вот смотри, как мне в свое время и Рус сказал, говорит, «Юра, и мне это понравилось». Он говорит, скажи мне, пожалуйста, при слове «мужчина» нужно дальше детализировать его половую принадлежность. Мальчик, мужчина, юноша. Четко понятно, да, что это мужчина. Ну да. А девочка? Девочка, девушка, женщина – это женщина. Не нужно продолжение. А к слову «человек» нужно обязательно добавлять какого рода. Вот даже исходя из этих, первично идет мужчина либо женщина. Ну, это такие мысли. Как пользоваться, пожалуйста, применяй сам. Далее, смотри, почтовый адрес. Идем вниз. Значит, город Сургут. Ты не прописываешь индекс. Индекс нужно ставить обязательно и ставить в квадратные скобки. Вот ты сейчас в мировом… Да, в квадратные скобки почему? Все, что это по позитивному праву и черным ставь. Все, что черное, это недействительное в квадратных скобках. То есть в позитивном праве написание в квадратных скобках – это то, что не существует. А так как нам индексы поменяли, да, это вот резервный индекс по вот этому праву их, сейчас скажу, а мы же это потом выставим, главное не со скверноусловить, ватиканскому праву, чтобы мы им показываем, что здесь, ребята, мы вам не даем кассировать. Город Сургут. У него древнее, исконнее такое название? Ну да, ему больше 400 лет. Хорошо. Проспект Консомольский и ставь черным все это дело. Дом 2116, его же не было так давно, он же появился у тебя. Да нет, ты оставь, просто цветом выдели. Ну, проспект Консомольский, он, сейчас скажу, с какого года, с 81-го, то есть при СССР еще был. Да, после 1917-го, да, так сказать. Ну, раз мы с тобой ставим индекс не СССРовский, а вот именно вот этот вновь, да, резервный для торгового права, то и здесь, ну, как бы вот все не существует. Таким образом, мы с тобой показываем, что мы, ну, понимаем, что мы делаем. Ну, это, опять же, такие, знаешь, для тех, кто с той стороны адекватны. Так, шуруем вниз. Кстати, стоп-стоп-стоп-стоп правой мировому судье, вот король Елена Петровна, я у себя добавляю маленькую вещь. Смотри, мировые судьи судебного участка по статусу и по своему положению круче, чем городской суд. Ты же это понимаешь? Если нет, я тебе расскажу. Нет, нет, почему. Прошу прощения. Смотри, если ты будешь правильно смотреть, то тебе будут правильно документы исходить, допустим, мировой участок такой-то, в котором создан и будет написано, кстати, правильно, вот как ты сейчас написал, мировой судебного участка, кавычки убери, вот мировому судьи напиши все с заглавной буквы, потому что это должность, мировой судье слово, кавычки убери, этим ты оскорбляешь ее, не вправе ты делаешь. Ну, почему? Ну, ты хочешь все что-то. Она не подтвердилась. Еще раз, если. Ну, я сейчас тебе расскажу, а дальше ты посчитаешь нужным, то и будешь. Это должность, а ты ее таким образом легализуешь, написанием правильным. Вот так, что ли? А вот здесь, да, 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 слово судье убери, кавычки, она же назвалась-то, вот, судебный участок, если ты найдешь историю своего города, вот его нужно оставить, как и ты написал, с маленькой буквы, вот в нашем, наш город организовался в 47-м году, и там же был создан мировой участок. И вот дальше ты будешь смотреть судебного района, в котором создан городской суд города Сургут, вот это все заглавными буквами. У тебя так и на вывеске написано, какой суд города Сургут, все заглавными, это фирма. Так вот, при данном судебном участке создан городской суд, создана коммерческая фирма. Вот, а здесь для того, чтобы дальше, вот ты написал правильно, должность мировой судья и король Елена Петровна. Если ты поставишь запятую и напишешь, она же Елена Петровна король, как положено первая буква заглавная, таким образом ты вешаешь на нее персональную ответственность, как на человека. Да, 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 вот, все правильно, правильно. То есть, таким образом ты показываешь, да, есть некая должность в данном судебном участке. Он, да, он в законе, грубо говоря. Но вот здесь есть тот, кто персональную ответственность берет. Так, ну, Шуру уменьшит. Ты сохрани вот этот, ну, под новым именем, чтобы ты мог вернуться к тому, что у тебя было, и то, что вот сейчас мы вдруг тебе это не понравится. Чтобы потом сказал, Юра, ты тут не то наговорил. Сохранил. Все, поехали внизу. Воле изъявления, изъявить, да. Вот видишь, вот здесь король Елена Петровна, и здесь добавь, она же Елена Петровна король, да, то есть ты разделяешь должность и непосредственно человека, женщину, да, которая будет отвечать. Ведь равные среди равных, понимаешь? Она почему ушла и красиво ушла, как женщина, да, она... Нет, она не как женщина ушла, она ушла как должностное лицо. Я же ее в конце спросил. Вы, говорю, это, ты помнишь там видео в конце, смотрел, нет? Да, да, да. Да, конечно, смотрел. Ну, я же ее спросил конкретно, вы, говорю, должностное лицо? Я вижу перед собой женщину по факту. Я могу к вам, Елена Петровна, обращаться? Она говорит, нет. Она сама... Она же в судане была, но она же тебе сказала, вот этим она проявила. Она тебе дала понять, не-не-не-не, я актер, я на сцене. Ну вот, она отказалась от, как сказать, от своих человеческих качеств. Она же не глупая. Она очень умная девочка. Женщина, прошу прощения. Как человек, как женщина, она не взяла на себя никаких обязательств, потому что ты следующим шагом предъявишь к ней все имущественные претензии. Вот и все. Умничка она. Ну и ты, красавчик, ты все сделал правильно, настоящий мужчина, как ты это все и держал себя. Смотри, вот еще косячок. У тебя без ущерба, без акцента, без оборота на собственность ты в зуб оставил беток. Забежи потом в каноны позитивного права, они у тебя есть. Канон называется дата. Не помню, какой его номер. А кто сказал, что это дата? А? А кто сказал, что это дата? Еще раз. Ну, ты прочитаешь, Канон, по твоему написанию и говорить не надо. Нет, нет. Вот если бы вот так было написано? Нет. Ну, ты можешь. Я озвучу, а там дальше ты считаешь. Проще не оставлять лазеек. А это я написал 2020-го лета. Октября месяца числа 21-го. Вот как сидеть с датой? Мне понравилась вот такая трактовка. 2020-го октября. Еще раз. Ты хошь так, хошь эдак. Мы мужчины, мы можем, лишь бы это мы не наезжали. Каждый из нас вправе, если мы не нарушаем права другого человека. Вот и все. Мужчины там женщины. Вот. Слово свободы. Если ты трактуешь в своих посылах слово свободу, да, значит, ты находишься... Ну, свободный – это такой же, как раб. То есть даже для них это прописано. Это не то, что мы понимаем иначе. Мы же говорим о той стороне. И вот та сторона слова «свобода» трактует как рабство. Поэтому у тебя есть воля, а ты вольный. Ты вольный и вправе. Ну, опять же, это моя точка слова. То есть мы ее разбирали. Все права и воли, что ли? Так, что ли, написать? Ну, все права. Достаточно этого. Собой все права. Хочешь, добавь все имущественные, ну, хорошие, понимаешь, все имущественные и иные права. Право на кровь, на свое мясо, на свое сердце, на свои органы. Подожди, подожди, Юрий. Расписывать можно бесконечно. Чем короче фраза, тем она... Вот как... Есть же в этих... Как тебе комфортно, так и нет. Вот смотри, допустим, протокол, да? Ты вот здесь вот очень много ничего не распишешь. Вот здесь вот. Поэтому чем короче, тем лучше. Позволю не согласиться по одной простой причине. А кто меня может ограничить вот этой вот полосочкой? Это первое. Второе. Если бы у тебя под рукой был чистый листочек, ты зафигарил бы Алонж. Да? То есть... И на этом Алонже написал номер этого протокола, место его составления, и написал бы от души все, что ты хотел. Хоть как Дюма бы написал. Таким образом ты бы убил этот Вексель. Но Алонже нужно прикрепить как-то? То есть надо как-то сшить вместе с протоколом? Хороший вопрос. Если у нас под рукой с тобой нет ничего, берешь чистый листочек, подкладываешь... Подожди. Подожди. Иногда бывает так. Вот мне люди звонят прямо из участка и говорят, ни ручку, ни бумажку, ни карандаш вообще ничего не дают. Даже в туалет не выпускают. Вот тебе бумажка, протокол называется. Подписывай. Иначе будем бить. Антон. Смотри. Еще раз. Я услышал. Да, мне пытались такое сказать. Вот все зависит от того, как ты с ними взаимодействовал. Если ты начинаешь буроить и унижать, они, конечно, будут лупить. Ну, ты же меня знаешь. Я никогда не в Бурове. Но у меня... Даже у меня были такие случаи, что мне вот... Я видел, как это было. Ты говоришь, что вот из истории твоего начала у меня не было таких вещей. Понимаешь, какая штука? Почему мы с тобой изначально сказали, что нужно давать знания тем, кто в разуме? Рассказываю. При взаимодействии с иной стороной я всегда даю возможность... Я говорю, вы знаете, все, что я сейчас буду говорить, это уровень вашего руководства. У меня лично к вам нет никакой претензии. Потому что, когда вы по карьерной лестнице подниметесь на уровень вашего руководства, вам будет понятно. Поэтому обеспечьте мне встречу с вашим руководством. Я вас уважаю. Допускаем, что если такое произошло, вот как ты сказал, ситуацию ограничили под угрозой насильствия и всего-всего-всего, по диагонали написал, перечеркну. Далее, тут же вторую часть. Хорошо, допускаем самый плохой сценарий развития. Вторая часть протокола у тебя на руках оказалась, правильно? Не факт, не выдают чаще всего. Не верю. Ну, что не верю? У тебя сколько задержаний было? Я не позволяю это делать. Не довожу. Я тоже не позволяю, но задерживают. Давай, мы же говорим только о своих историях, правильно? Да нет, у меня мало того, что свои истории есть. Мне еще люди звонят, постоянно рассказывают, как это на самом деле происходит. Ты присутствовал при той ситуации, как там было? Вот, который мне рассказывает, нет. Но я сам был в таких ситуациях, когда мне просто ни в какую не дают копию протокола. Расписываюсь я в нем, не расписываюсь, без разницы. Не дам и все. Хорошо, теперь ты знаешь, что тебе могут протокол не дать, да? Ну, копия. А что тебя останавливает? Ну, копия, да. То есть, а что тебя останавливает? Задать вопрос, вы мне копию дадите? Так я всегда так спрашиваю. Да, если не дадут, хорошо. Я пишу так, как я считаю нужно. И по диагонали пишешь, и все. Нет, так бывают ситуации, когда вообще даже протокол не показывают. В отсутствии составляют и все. Тогда твои действия самые простые. Ты уведомляешь о свершившейся ситуации, о непредоставлении протокола на имя начальника МВД, и пишешь, оставляя с собой право обратиться в суд. То есть, ты фиксируешь обратные действия, таким образом ты аннулируешь их действия. А как протокол тебе беззадним числом составят? Он же не акцептирован. Для суда, кто в разуме, у тебя король Елена Петровна, она же пыталась тебя на свою сторону затащить. Ты же не ушел. Не ушел. Вот и все. Мы все. Да почему ты не ушел? Потому что ты в разуме и понимаешь последствия. А те, кто встают на путь, как мы 2-3 года назад, они не готовы это принять. Знаешь, кроме эмоций, да меня вот, да за что? Вы же там незаконны, вы конторка, у вас даже нет лицензии на право ношения оружия. Он слушает, слушает, тебе сейчас врыло дать или когда? Ты-то кто? Имущество. Я имущество. Ну вот и все. Мужчина, женщина никогда не так сделает все, чтобы любая встреча максимально закончилась миром. А дальше взаимодействовать – это ценность. Может, я не прав, ты к этому относиться можешь по-разному. Так я так же думаю. Я всегда стараюсь общаться так, что, во-первых, на равных, во-вторых, уважительно, в-третьих, всегда стараюсь выходить на человеческий уровень. Чуть ли не… Ну, не сразу этого же было. У тебя же не сразу это было. Почему сразу? Просто видят, какой-то умник пришел, что-то тут качает, давай мы его побьем. Ну, меня бьют, а я все равно по-человечески с ними разговариваю. Меня дальше бьют, я все равно по-человечески с ними разговариваю. Меня в камеру, я выхожу, говорю, благодарствую. А они говорят, о, псих какой-то. Его бьют, а он говорит, благодарствует. Ну, он благо дарит, и все, его блага и забираем, вот и все. Слово-то, благодарствую тоже, ведь оно имеет определенный смысл. Ты закладываешь душу в него, а они закладывают имущество, вот и все. Дарит же парень, что, заходите, люди добрые, берите все, что им нажит. Нет, я не этот смысл вкладываю. Я благодарствую за опыт, за знание, за общение. Опыт через пытку? Нет. Ну ладно. Ну, хорошо. Не знаю, что ответил, не ответил, давай еще. Ну, ответил тоже нехороший, чем-то поделился. Говори следующий вопросик, если есть. По поводу цвета ты рассказывал, там, младший состав, старший состав. Многие задают вопросы, почему у некоторых свидетельство о рождении зеленое, а у некоторых красное, а у некоторых розовое. Ну вот, Сережа из Апатитов очень достойный ролик сделал по этому поводу. Рекомендую его просто послушать. Это думай сам канал. Просто он такими простыми фразами это рассказал, я не смогу повторить. Мы с ним лично знакомы, общаемся, вот так же, как с тобой. Он открыт, кстати. Очень открыт, но он тоже очень аккуратно дает свои знания. Мне очень понравилось, когда мы с ним вышли на прямую связь, он говорит, Юра, произнеси, что все, любое действие, которое ты сделаешь после того, как получил от меня информацию, это твоя личная персональная ответственность. Я говорю, так Серега, и так понятно. Он говорит, не, 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 произнеси. И я благодарен, что это он стал. То есть он не берет на себя ответственность за действия другого, который мог, может сделать не так. Исходя из этого, я всегда говорю, что наши знания – это опасные лезвия. Понимаешь, Антон? Ну, мне все об этом говорят. Антон, куда ты лезешь? Зачем ты даешь знания, как говорится, чуть ли не бисер мечешь и все остальное? Говорят, ты же… Мне все предупреждают, ты же рано или поздно сам пострадаешь. Потому что к тебе придут и скажут, а, это ты мне так сказал, ты неправильно, вот я пострадал, а ты мне сказал и т.д. и т.п. Я это прекрасно понимаю, но я знаю, что сказать таким людям. Вот мне многие сейчас звонят, вот после того похода к королю Леониду Петровну, у меня просто шквал звонков был и до сих пор идет. И многие прям так и звонят и говорят, Антон, у меня такая ситуация, скажи, что мне делать? Вот, заметь, ни взгладом, ни действием, ни словом я тебя не останавливаю. Я просто озвучил, какую ты берешь ответственность на себя, давая человеку надежду. Надежду нужно, знания ты даешь. Я ведь прослушиваюсь эти вещи. Это не говорит о том, что нужно молчать. Маленькая ремарка, чтобы ты, может быть, услышал то, что я хочу сказать. В свое время мой наставник, я ему задал вопрос, он на меня тратил часами время. Я говорю, ответь мне на один простой вопрос. Почему ты по какой такой причине рассказываешь мне, вбиваешь меня, вливаешь меня? Он говорит, Юра, нам запрещено вдалбливать знания, насильно в закрытый кувшин. Ну, кто там? А, ты, это мне неинтересно, меня все устраивает. Это первое, запрещено. А второе, нам запрещено не додавать знания, если к нам обратились. Но вот здесь, Антон, ты как раз даешь все. Вот даешь все, весь свой опыт, всю свою душу, все свои знания, все свои умения. Повторюсь, а можно ли давать первокласснику знания института? Еще раз, ты вправе. Это свое. Скажем так, когда мне звонит первоклассник, я ему пытаюсь дать знания второго класса. А если мне звонит пятиклассник, я ему пытаюсь дать знания шестого класса. Ну, опять же, через пытку, да, пытаюсь. Ну, я это еще раз повторю. Ты либо даешь, либо не даешь. Да все правильно. Ну, Антон, это моя точка зрения. Ты уж, бога ради, наличности не принимай. Это все так от сердца. Не, ну, а с другой стороны, как разбудить людей, не давая им знаний? Как? Ну, вот ты спишь, и я ночью, да, четыре часа ночи, я подбиваю, Антон, там, и начинать тебя буду тормошить. Слово разбудить. Ну, ведь мы все прошли вот эти звонки, которые ты сейчас делаешь. Готов ли он что-то сделать дальше? Я же слышу у тебя то, что ты выкладываешь. Ну, 80% из того, что я слышал, они готовы. Они готовы действовать, потому что они чувствуют себя в капкане, они хотят выбраться. Но уровень их знаний, фразу слышу, благодарю, да, 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 и единицы из них изучают то, что ты даешь. А большинство бегут делать. Я не хочу, чтобы произошло то, что ты сказал, что когда-то к тебе пришли и сказали, вот, вот он виновник, вот кого на кресту. Слушай, Юрий, я этого не боюсь и не опасаюсь. Я к этому готов. Все. Это моя ответственность, я к ней готов. Я не вижу в этом ничего плохого. У меня лично никогда не возникнет мысли, чтобы пойти к тебе там или еще кому-то, или к любым другим блогерам и сказать, а, ты вот так вот сказал, я так сделал, и у меня ни хрена не получилось, и ты в этом виноват. У меня даже мысли никогда такой не возникнет. Указующий перст. Я сейчас увидел указующим перстом, а ты знаешь силу указующего, указательного пальца, направление среднего пальца, безымянного пальца? Нет. Из истории, если в детство было у тебя такое, когда-нибудь обрати внимание, когда детишки друг на друга указательным пальцем, детеныши именно показывают, они начинают драться после этого, либо идет сразу же такая агрессия. То есть указующим перстом мы влазим в структуру другого человека, выжигаем. А когда показывают вот такое вот, то есть когда ты вот, прошу прощения, в сторону, когда указательным пальцем... Я в твою сторону не показывал. Да ладно, молодец, что увидел. Я сам порой ловлю себя на этом, то есть таким образом мы влазим в чужое пространство, нарушаем его волю. Ну это тогда я знаю, поэтому я и показывал вот так вот в сторону. Вот туда показывал. Не в камеру, а в другую сторону. Да, я понял тебя. Вот этот жест, так сказать, это тот, кто его показывает, он, кто показывает вот этот, он на себя принимает весь негатив, все проблемы, все вопросы того, кому он показал этот жест. То есть если мне кто-то покажет, я говорю, принимай. Я знаю, у меня есть косяки, забирай все плохое от меня на себя. Бери, благодарю тебя, дорогой товарищ. Ну ладно, мы можем говорить о многом и подолгу. Поэтому я всегда говорю, воля пуще, неволя. Про индосамент, как его правильно применять. Я не знаю, ты показывал, как бы рассказывал это в своих видео, вот в этих посиделках у костра, там, ну, буквально коротко, там, да, что, как это пишется, есть файл, да, это все интересно. Но как это на практике применять? Даже не как на практике, а интересует, был ли практически опыт, что, допустим, пришла повестка там или еще что-то, или решение суда там, допустим, и индосаммитную записью раз погасил и отправил, и все, и дело развалилось. Смотри, я, по-моему, даже в этом ролике, в прикрепленном файле, Денис складывал, по-моему, даже то, что мне налоговое, там, по земельному налогу, направил, а я об этом рассказывал в этом ролике. Я написал, значит, нужно было сделать на лонже, я написал, как в ролике, то есть первое, на английском и на русском написал, то есть accept for value, то есть это я принимаю то, что написано за ценность. Вторая фраза с английским плохо, но я дословно это брал с этого ролика, accept for value, можно в интернете набрать, accept for value, и как раз будет вот на этот сайт. Вторая фраза этой строчки гласит, что освобождение по налогу, то есть эта надпись, так же, как мы ставим без ущерба, то есть это ссылка, что мы этой надписью руководствуемся правом, то есть это вторая надпись, третья надпись, первые две надписи красная ручка, это формат приказа распоряжения проявления воли, третья фраза, это автограф с синей ручкой, это автограф банкира, то есть ты оставляешь, можно полностью написать и офф, поставить автограф дальше, и обязательно дату, то есть это день и момент эмиссии денег, что да, мужчина либо женщина имитируют деньги, речь идет об односамитной надписи, которая ставится на документ, в котором просьба денег, запрос денег, либо налоговая, либо судебных приставов, неважно, они просят денег, так вот мужчина принимает эту бумажку за ценность, либо женщина, ссылается на норму их права, третья строчка, это как мужчина, он имитирует синим цветом чернил, цветом банкира, цветом денег, выпуск денежных средств, конкретно по этому документу, четвертая надпись, так как во второй строчке, ты сослался освобождение от уплаты, ты прописываешь, кого ты освобождаешь уплаты, ну например, Башко Юрий Николаевич, и нынн такой-то, можно просто поставить и нынн, потому что в базе у них есть, что мы освобождаем от оплаты, вот данное лицо, это четвертая строчка, пятая строчка, это то, что мы должны, то, что мы приказываем с этими деньгами сделать, то есть мы приказываем надписью депозит, допустим, на Башко Юрия Николаевича, и нынн такой-то, либо там Угаков Антон Николаевич, то есть, что вот эти деньги, которые имитировал банкир, нужно положить на депозит, либо там на счет Сбербанка, Альфа-банк, неважно, куда-то вот на этот и нынн, и шестая надпись, это то же самое, она и гласит, то же самое для этого и нынн, то есть, таким образом, данной надписью, банкир выпускает деньги, он их передал, вот в этом весь абсурд этой ситуации, что он передал деньги, а по факту-то на руках у пристава нету этих денег, и он должен исполнить, он получил деньги по своему запросу, и он из своего кармана должен положить на счет, которым написан приказ. Так вот, где написан приказ? Да, вот я, сделав эту надпись, сделал на чистом поле, которое оставалось после налогового требования, там что-то тысячи три, четыре, пять, не помню, там, ну, не суть, и отправил начальнику налоговой инспекции, в ответ я получил, мы ввязались в переписку, а это было досудебное, как бы, требование, с их стороны, в ответ я получил письмо, там, как вы так со мной можете обращаться, там, туда-сюда, я говорю, вы зря переживаете, личности, я обратился с приказом пиджаку, а не женщине, поэтому лично ничего не берите, в итоге, как это закончилось, в итоге, смотри, я получил успокоение на месяцев семь, вообще тишина была, вот я тебе реально говорю, да, потом, когда я был в Сочи, вот как раз там занимались мы рядом вопросов, и мне дочка говорит, вот пап, какой-то судебный приказ, конвертик, мы опять отправились туда, прямо на конверте, без акцепта, возврат, вот, потом, в общем, тишина по ним была, и как-то затихло, вот, но, я не скажу, что это сработало, потому что 30 июля, это было у всех, по какому-то, у всех закрылись судебные дела, ну, с кого я знаю, все вопросы судебной листы закрылись, по 46 статье, видать, что-то у них, было закрытие всех счетов, в Российской Федерации, это было 30 июля, 2020 года, смс-ки, огромное число, человек получили, что, исполнительное производство, такое-то закрыто, статья 46, в общем, у меня пришло дофига их, я не знаю, приходило тебе или нет, но они были все закрыты, потом они по-новой частично появились, я вот сейчас отправил божественную добрую волю, не волю изъявления, а божественную добрую волю, с распоряжением восстановить сроки, и тут же отменить эти приказы, ну, и судебно-приставом, слушай, это все работает, работает, мне приставы вернули, не скажу, что это сразу произошло, два с половиной года, мы с ними трудились, они грабили, а я потихоньку отбивался, да, вот, но все средства, которые были заблокированы, вернули, но это после личной встречи, вот как-то из король, Селены Петровны, я с нашим начальником ФССП, мы общались, вот, ну, это отдельно надо рассказывать, а не под запись, потому что это личное, личное, да, так сказать, это, вот, ну, было, все, там не великая сумма, но все равно сумма хорошая, вернулась. Образцы и документы, это все есть переписка, ты можешь для всех показать? Ты знаешь, тебе я могу их скинуть для публичности не буду, повторюсь, почему, потому что мы сейчас в процессе, и это недоделанный до конца процесс, когда у меня было свое производство, сейчас я тебе просто расскажу причину, и мой главный инженер, который замечательный, он мне сказал, я ему говорю, вот здесь надо так сделать, вот так вот нужно переделать, он мне посмотрел, у меня свое собственное производство было большое, он говорит, Юра, недоделанную работу не показывает бабам и дуракам, выбирай кто ты, поэтому я не считаю, что процессы я закончил от начала до конца, поэтому не хочу вводить в блуд, как хочешь к этому относиться. Ну я тоже стараюсь не показывать промежуточные результаты, когда достиг результат, вот тогда все показываю, то есть у тебя результат еще не достигнут, правильно? Ну, знаешь, что относится? Деньги мне вернули, которые они захватили, у меня результат, у меня задача и цель другая, но это тема другого разговора, понимаешь, ты касался, я просто вообще соцзащиты рассматривал, что это такое? Нет. Вот поэтому давай-ка мы потом, поэтому отдельно проговорим, где-то там на другой уровень ты улетишь, выше. В космос, что ли? Не-не-не, рановато, рановато, понимаешь, есть еще такая фраза, каждый приобретает крылья благодаря хорошему пинку, но главное, чтобы недалеко. Ну вот видишь, мы с тобой час двадцать четыре. Ну да, я вот тоже думаю, надо это, заканчивать разговор, иначе это, ну, никто смотреть не будет, надо покороче делать. Ну да, ты можешь нарезку сделать. Вообще, благодарен то, что ты как-то нашел меня там в ВКонтакте. Еще раз повторюсь, прошу прощения перед теми, если они отвечают сразу. Мне многие пишут, но я потом, когда нахожу, делаю, определяюсь, в какой реальности находится собеседник, и я так после этого даю ту дозу. А я тебя нашел через десятых людей, то есть я у тебя под роликом, там это, на Рой Клуб нашел это видео, оставил комментарий, ищу контакты, причем я неправильно определил, как тебя звать, и написал там, мужчина в красном свитере, предположительно, имя такое-то, и это, и, короче, мне все это, потом, это, потом я пересмотрел еще одно видео, узнал, что ты Юрий, ну, звать тебя Юрий Башко, и потом, короче, поправил там, и через десятых людей мне прилетел контакт, от кого даже не помню. Ну, тут, знаешь, еще маленькая ремарочка, тебе она пригодится, зовут собак, есть имя. Почему собак? Как тебя звать? Но Жучку есть имя. Не согласен. Подожди, а как же пословица, как звать, величать тебя, добрый молодец? Как обращаться к тебе, мил человек? А обращаться, это обратить, оборотень, нет? Нет. А почему звать только собачку можно? Я, Антон, я к этому очень легко, и нормально, понимаешь, я всегда благодарен, если мне вот так дают какие-то вещи, которые я могу применить. Вот, я очень много от тебя тоже взял, поэтому, хотелось бы, если баланс соблюден, то, что я взял от тебя, и то, что я дал, я очень благодарен и признателен. Еще раз, раз ты будешь это выставлять, наш разговор, отдельная благодарность Русу Сенникову, рекомендую всем зайти на его канал ВКонтакте, очень-очень много глубочайших знаний, поможет многим, там, касаемо, кто такой он, вообще, колоссальный труд, он проделал, Русу Сенников, Леонид Целев, это тоже уникальные ребята, бойцы настоящие, с духом, с сердцем, с совестью, ну, если получится найти Александра, род Луценко, вот, тоже уникальный мужчина. Пароль для связи, можете меня называть, это, у нас очень хорошие взаимоотношения, вот. Я могу про Руса добавить, что однажды я с ним пообщался буквально полтора часа по телефону, и после этого разговора я приходил примерно неделю в себя, потому что у меня, вот, настолько мозги кипели, столько он мне знаний давал, вот, до каждого слова, вот, как ты говоришь, там, звать можно только собачку, вот, он мне на каждом слове останавливал, и разъяснял, пояснял, короче, и у меня настолько мозги вскипели, что я потом как в тумане ходил, я неделю восстанавливался. Да, да, но это ценность этих, все правильно, ты говоришь, это есть правда, верно, вот, не блудить нужно по интернету эмоции свои драть, а пользоваться теми контактами и знаниями, которые, вот, то, что ты говоришь, желание разбудить. Поэтому, ну что, Антон, родной, благодарен тебе за то, что время столько ты мне уделил, за терпение твоё, за мудрость, зная, что часто ухожу в монолог, но меня надо останавливать. Благодарствую же, тоже за твое потраченное время, очень интересно это, надеюсь, не последняя встреча, можно, в принципе, и так созваниваться по личным каким-то вопросам, добро, добро принимаю. Благодарствую, был рад тебя видеть. Взаимобранно, всего успехов, родной. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...